Как было бы чудесно, если бы дети всегда хорошо себя вели и делали только то, что им разрешают родители. Но, к сожалению, такого не бывает. Как реагировать на детские истерики, расскажет наш сегодняшний эксперт-психолог Галина Швец. Галина, доброе утро. Доброе утро. Что делать? Что делать? О чем же нам в первую очередь говорят детские истерики? Детская истерика – это испытание для родителей, но и также для детей. Потому что сильная эмоция, она захватывает, и ребенок не понимает, что с этим делать и как с этим чувством совладать. Я думаю, что вы видели взрослых, которым очень тоже тяжело совладать своими эмоциями. Они могут бросать стенку телефон, они могут кричать, они могут даже кого-то ударить. Это получается уже не только детская истерика, но уже и взрослая истерика. И это даже бывает в общественных местах, когда родители срываются на своего ребенка, потому что он там психует, и они начинают в ответ отвечать такой же агрессии. Это норма или нет? Истерики чаще всего возникают у детей трех-четырех лет. Ну, могут, конечно, и в другом, как говорится, возрасте. И в первую очередь хочу убедить в том, что истерика – это естественное явление. И это абсолютно нормальный этап во время взросления ребенка. И ребенок, когда у него вот нахлестывает вот эта вся эмоция, да, очень сильная, он не может с ней совладать, потому что у него незрелая нервная система. И в этот период очень важно, чтобы с ним был взрослый, и взрослый должен помочь справиться с этой эмоцией очень сильной. И самое главное, что должны знать наши родители, то, что если у ребенка истерика, это абсолютно их никак не характеризует. То есть они все равно хорошие родители, и с ними, говорится, все в порядке. Истерику легче предотвратить, чем ее остановить. О, как? Прежде всего, у ребенка должна быть каждый день желательно эмоциональная разрядка. Когда ребенок просто так может дома покричать, может потопать ножками, может, например, порвать бумагу, и родители должны разрешать это делать. А следующее, обязательно нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка, и у ребенка должен быть режим. То есть ребенок должен вовремя кушать, должен вовремя отдыхать и, конечно же, высыпаться. И плюс еще должно быть место, где он будет чувствовать себя в полной безопасности и где он может побыть один. Но если уже истерика началась, то в первую очередь, что мы должны делать, это обеспечить нашему ребенку спокойного, уверенного взрослого. То есть себя. Когда вы чувствуете, что вот эти эмоции прямо в вас захлестывают, то есть помощь себе, и у вас должны быть свои какие-то способы. Например, это посчитать до 10, может, кому-то до 100. Нужно глубоко начинать дышать, кому-то просто выйти в другую комнату, попить воды. И как только вы чувствуете, что все как бы в порядке, потом уже помогаем ребенку справиться с его эмоциями. И самое главное, вначале мы должны озвучивать, что с ним происходит. Например, ты сейчас расстроен, ты сейчас переживаешь из-за того, что у тебя сломалась машинка. Я вижу, что ты злишься. Когда мы озвучиваем, что с ребенком происходит, ребенок начинает понимать, что это всего лишь эмоция. И мы таким еще образом формируем у ребенка эмоциональный интеллект. Ребенок понимает, что это эмоция, что со мной происходит. Как говорится, все под контролем. Потом родители говорят о том, что я понимаю, что с тобой происходит. Мы показываем, что я с тобой на одной волне, все в порядке, что это всего лишь эмоции. И потом мы помогаем ребенку справиться с этой эмоцией. То есть любые, как говорится, возможные варианты. Это просто предложить, например, обняться. Хочешь, я тебя обниму. Хочешь, я сейчас буду с тобой рядом. Давай я тебя пожалею. Или вместе пойти потопать ножками. Это все, говорится, можно в игровом варианте. И вы сами как бы увидите, что дети очень будут быстро успокаиваться, когда родители дают поддержку, дают эту безопасность, спокойствие. И когда ребенок видит, что мама и папа спокойно, у меня истерика, они спокойно понимают, что ситуация не требует эмоциональных проявлений. И дети очень часто быстро успокаиваются, когда родители дают поддержку. И плюс очень важно, нужно знать о том, что ни в коем случае нельзя в этот момент кричать на ребенка, нельзя наказывать, нельзя игнорировать. Хотя многим кажется, что это работает, но хотя на самом деле нет. На данный момент может истерика успокоиться, но она с каждым разом будет все, говорится, сильнее, чаще. То есть в других ситуациях будет проявляться. Мне кажется, это очень важный момент. То, что вы сказали, что когда у ребенка случаются истерики, в первую очередь нужно работать взрослым. Галина, спасибо вам за эти советы, потому что они действительно ценны. Надеемся, оказались таковыми для наших телезрителей. Но я напомню, что управлять и справляться со своими эмоциями и с эмоциями наших детей сегодня учила наша гостья психолог-эксперт Галина Швец. Ну а мы продолжаем встречать это утро вместе на телеканале Беларусь-2.